Доброе утро! О событиях минувшего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. Теплоход сел на мель в Астраханской области. Вынужденную остановку сделал Павел Бажов. За закладчиком вплавь прикамские полицейские устроили необычную погоню. Отмечая вековой юбилей, в России стартовал авиационный фестиваль «Золотое кольцо Урала». Теплоход сел на мель в Астраханской области. Вынужденную остановку сделал Павел Бажов. Трехполобное судно отправилось из Перми 12 июня и успело побывать в Чайковском, Казани, Самаре, Саратове и Волгограде. На шестой день пути теплоход сел на мель. Это произошло в районе села Черный Яр на Волге. Самостоятельно сдвинуться с места не удалось. На помощь направили буксир, который со своей задачей справился. В первом часу ночи по московскому времени теплоход продолжит движение. На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет. В МЧС сообщали, что теплоход не получил повреждения. Утечки нефтепродуктов нет. Маршрут движения пришлось скорректировать. В Астрахань на этот раз Павел Бажов не зашел. Владельцы судна прокомментировали ситуацию зданию «Коммерсант Прикамье». В эту навигацию Павел Бажов уже трижды ходил до Астрахани. В этот раз он шел по судовому уходу по тому же трекеру, что и предыдущие разы. Но из-за сильного ветра теплоход из Перми снесло на песчаную косу. Также на инцидент могло сказаться маловодие в этой части Волги. Как сообщает агентство ТАСС, ситуацию изучает следком. Проверку по факту происшествия ведет астраханский следственный отдел на транспорте. Елена Иговцева, Олег Романов, телевизионная служба новостей. Сорвалась с моста в воду. Смертельное ДТП случилось на автодороге Кунгур-Ашап-Веслянка. Лада Гранта вылетела с трассы в районе реки Бым. За рулем машины была женщина 32 лет. Кроме того, в салоне был пассажир, 45-летний мужчина. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, допустил наезд на препятствии с последующим покидыванием в предмет. В результате чего водитель получил смертельную травму, пассажир госпитализировал. На место прибыли спасатели. Машину извлекли из водоема. В салоне обнаружили тело водителя. Пассажира госпитализировали. За закладчиками вплавь. Прикамские полицейские устроили необычную погоню. Сотрудники отдела по городу Соликамск преследовали двух мужчин, которых заметили в лесополосе. Там они собирались оборудовать тайник с наркотиками. Но все карты спутали стража порядка. Оперативники приняли решение задержать закладчиков с поличным в момент оборудования тайника в лесном массиве. Один из подозреваемых не стал оказывать сопротивление и сразу сдался полицейским. А второй попытался скрыться. Мужчину не остановила даже небольшая река. Переплыв несколько метров в холодной воде, беглец оказался на небольшом полуострове. Дальнейший путь был осложнен болотистой местностью. Кроме того, мужчина повредил ногу и двигаться дальше не смог. Открыл купальный сезон. Давай, давай. Бобир. Давай, вот. Ты сбобил, как бобер. Где Курская, у волы? Промокший и замерзший злоумышленник принял решение прекратить сопротивление и попросил полицейских о помощи. Не имея возможности оперативно разыскать лодку, сотрудники полиции переплыли реку и под руки вывели подозреваемого в безопасное место прямо по воде. Мужчину отогрели, оказали помощь и доставили в отдел вместе со вторым фигурантом. Ранее одного из них уже объявили в федеральный розыск за совершение имущественного преступления. Вы знаете, что в области находитесь? Да. За что? За 628. Это что такое? Это мошенница. При личном досмотре у мужчин нашли 27 свертков с героином. Общий вес более 10 граммов. Подозреваемых арестовали. Идет расследование уголовного дела. Евгений Гуляев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Сезонная проблема. В начале лета пожарные нередко получают сигнал о возгорании тополиного пуха. Он скапливается и на улицах, и в квартирах. Воспламеняется легко, и такие пуховые ковры горят стремительно. Зачастую причиной пожара становится неосторожное обращение с огнем, а также детская шалость. В этом году в Перми зарегистрировали 12 случаев горения пуха на общей площади свыше 300 квадратных метров. В МЧС напоминают, предотвратить возгорание помогает своевременная уборка дворов и облив территории водой. Кроме того, важна работа, связанная с кронированием тополей. Новые потери в специальной военной операции стало известно о гибели еще троих наших земляков. Это пермяк Анатолий Лазеев, житель Александровского городского округа Дмитрий Югов, а также Сергей Иванов. О его смерти сообщила в социальных сетях администрация поселка Новые Леды. И снова в центре внимания бешенство. На этот раз карантин ввели на территории садоводческого товарищества «Мичуринец» в городе Добрянка. Соответствующий документ появился на портале деловой информации, сообщает издание «Новый компаньон». На период карантина участки запрещено посещать посторонним лицам, кроме ветеринаров и персонала, привлеченного к ликвидации очага. Запрещен ввоз и вывоз животных, охота и прочие мероприятия. Срок карантина не определен. Ранее, в начале июня, карантин вводили в СНТ Верхняя Палазна, на территорию которого проникла бешеная леса и там бросалась на людей. Зверя удалось обезвредить. Напомним, в мае карантин объявляли в Чернушинском городском округе. Там на женщину напала бешеная инотовидная собака. Отмечая вековой юбилей в России, стартовал авиационный фестиваль «Золотое кольцо Урала». А гид-перелет посвящен столетию гражданской авиации в нашей стране. Участники начали свой путь с аэродрома Первушина в республике Башкортостан 16 июня. И в тот же день прибыли в Лысьву. Флаг России! С данным аэродромом Лысьва! Приветствуем, поднимаем руки и аплодируем! Мероприятие сопровождает интерактивная программа. Зрители могут посетить выставку авиационной техники и пообщаться с пилотами. Для детей есть мастер-классы и интересные квесты. Попал я по кругу. Заход разрешаю. Динамичный и зрелищный перелет рассчитан на 12 дней. Фестиваль уже побывал на территории Башкирии, Пермского края и Челябинской области. Впереди также Оренбург и Татарстан. Пилотажная группа Первушина из Уфы в этом году решила выступить на сверхлегких воздушных судах. Удивить зрителей есть чем. В арсенале фигуры клим, ромб, пеленг, вентилятор, перекрестные распуски, колодец, тюльпан и горизонтальный веер. Финиширует фестиваль 27 июня. Юлия Алеева, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Лента памяти. Личные истории горожан стали основой для киносценария. В Перми снимают фильм, посвященный художественной галерее. Совсем скоро ей предстоит переезд в новое здание. И чтобы с уважением попрощаться с прежним домом, сотрудники составляют так называемую народную летопись из воспоминаний пермяков. Самые яркие рассказы войдут в документальный фильм. Зал деревянной скульптуры. Здесь идут съемки одного из эпизодов фильма о художественной галерее. В этой истории участвуют дети и подростки, которые часто здесь бывают, занимаются с педагогами, изучают разные жанры искусства. И сами пробуют в них работать. Например, создают графические изображения пермских богов. Работа пятиклассника Федора Квасова недавно была выставлена на благотворительном аукционе и приобретена за солидную сумму. Вырученные деньги пустят на приобретение рам для старинных полотен. Эта история войдет в будущий документальный фильм о галерее. Его снимает пермский режиссер Елизавета Попова. Жители города Перми отправляли свои истории про галерею. И мы выбрали несколько историй, на основе которых придумали новеллы. И, собственно, сейчас мы занимаемся тем, что снимаем эти новеллы. В зале деревянной скульптуры мы сегодня снимаем новеллу про детей. И дети нам помогают. Это такой, получается, документальный метод. Дети озвучивают деревянные скульптуры и придумывают различные с ними сюжеты. Съемки фильма проходят в рамках проекта «С любовью галерея». Его цель – собрать как можно больше воспоминаний, историй, связанных со зданием Спасо-Преображенского собора, который галерея занимала в течение 90 лет и который скоро покинет. Есть истории, когда именно здесь люди находили свою любовь своих будущих супругов. Одна из историй касается картины на дворе гостиницы в Риме. Ее написал почти полтора века назад прикамский художник Александр Сведомский, чьи картины находятся в коллекциях российских и европейских музеев. На этом полотне художник изобразил девочку в белом платье. Как оказалось, это прапрапрабабушка одного из жителей нашего города. Он и поделился этой историей с сотрудниками галереи. «Он показал нам огромное количество фото, материалов, фотографий своих предков, фотографий семьи. Это, конечно, совершенно уникальный архив, и эта история тоже станет сюжетом для одной из новаллов». Пермская галерея производит впечатление и на тех, кто здесь впервые, а ее постоянные посетители говорят. Эти залы и эта атмосфера уже давно стали частью их жизни. «Я думаю, что она уже сейчас оставляет след. Я думаю, что этот след будет продолжаться. Очень желаю этого, на самом деле, чтобы здание построилось, сюда галерея переехала. И я смогу здесь делиться радостью. То есть то, что я знаю, например, про галерею, то, что я могу поделиться с ребятами. И кроме этого мы очень активно изучали историю этого здания. «Мне нравятся некоторые не особо обычные картины и экспонаты. Например, недавно была выставка Китая. Это было достаточно интересно». «Да я вам говорю, впечатление непередаваемое, потому что шикарно все». Как говорят кинематографисты, фильм, созданный по воспоминаниям о галереи, будет готов ближе к осени. Именно осенью здесь начнется упаковка экспонатов и подготовка к переезду. Юлия Зыкова, Кирилл Андреев, Телевизионная служба новостей. Битва веселых и находчивых продолжается. В Перми прошла завершающая серия игр четверть финала одной из главных лиг Международного союза КВН «Первый». За путевку в одну-вторую боролись 15 команд из России и Казахстана. Эмористические коллективы ждали новые конкурсы, а также непривычный формат судейства. Ведущими шоу были известные актеры и деятели шоу-бизнеса Михаил Башкатов, Наталья Краснова и Вячеслав Макаров. Дом учится, полечу домой, как птица, полечу. Что, не дождалась меня? Леха, тебя не было восемь веков. Я из-за песта на МРТ задержался. На сцене команда «Аквабатия» из Москвы. Ребята покоряют первую лигу в Перми уже второй сезон подряд. В прошлом году весельчакам удалось добраться лишь до четверть финала. В этот раз повезло больше. Коллектив сделал шаг вперед. Но на юмористический «Олимп» в вышку команда не спешит. Первая лига и наш город уже стали своими. Перми классная. На самом деле, на мой взгляд, это вообще лучшая лига из тех, в которых мы играли. А вы играли уже в других лигах? Ну, мы во многих играли, да. Как правило, 1-4 это самый сложный этап за весь сезон. Потому что в 1-8 ребята приезжают с каким-то багажом, с каким-то уже отработанным материалом. А в 1-4 они приезжают полностью с чистыми листами. В этот раз к нам приехало 15 команд из разных регионов России и одна команда из Казахстана. Создатели первой лиги вновь удивили нестандартным подходом к известной игре. Например, экспериментировали с представлением жюри и выбором ведущих. Четвертьфинал не исключение. На этом этапе обновилась система оценки жюри. Таблички с отметками каждой команды судьи поднимали сразу после выступления. Максимум 5 баллов. Но каждый член жюри имеет право один раз за игру поставить команде высший балл, который равен 6. В Перми на этой стадии прошли три игры. Весельчаки выступили в трех конкурсах – легендарном приветствии и двух новых состязаниях, которые тоже стали фишкой четвертьфинальных состязаний. Также из нововведений для зрителей КВН, которые уже давно с ним знакомы, знают, есть конкурс «Биатлон». Мы немножко его докрутили. У нас он теперь называется «Нокаут». Это более интересный формат. Веселые и находчивые оказались на импровизированном ринге, где били своих соперников не кулаками, а репризами. Члены жюри определяли победителя боя, поднимая синие или красные таблички. Еще один новый конкурс – эпизод. Командам было необходимо показать сцену из любимого фильма и придумать неожиданный поворот в сюжете. По итогам конкурсных испытаний путевку в полуфинал получили только 10 команд. Много экспериментов, много юмора. Все потому, что настало время. Время! Татьяна Овсянникова, Михаила Ситров, телевизионная служба новостей. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова